Это наши рязанские рынки, на которых, видимо, не ждали сотрудников во всеоружии. Из-за прилавков по очереди выводят то одного, то другого мигранта. Пока в целях профилактики, для установления личности и проверки необходимых документов. Не секрет, что есть мигранты, которые едут не только за работой, но и за убежищем. Так проще скрыться от следствия. В отношении нескольких задержанных уже возбуждено административное производство. Нас так долго пытались заставить уверовать, что мигранты для России не тяжкий камень, который тянет на дно целую страну. Причем дело касается не только федерального бюджета, но и безопасности коренных жителей. Что новый закон многие встретили с удивлением. С 9 августа в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской областях увеличили штрафы для мигрантов, нарушающих правила пребывания и работы в Российской Федерации. Теперь нелегалам придется раскошелиться на 2000 рублей больше. И заплатить не 5, а 7 тысяч за свое заячье проживание. Но самое отрадное, что эти деньги, как утверждают чиновники, сразу пойдут на билет домой. За игнорирование правил въезда в Россию или трудоустройства мигранту не удастся избежать депортации. Ранее наша гостеприимная страна не только принимала новых жителей, но и предоставляла право выбора – плати или милости просим домой. Новый закон буквально открыл глаза на истинное положение дел. Есть, оказывается, в Подмосковье и палаточные лагеря с нелегалами, и целые кварталы, где они правят бал или правили. Время покажет.